С 2022 года субъекты хозяйства не обязаны предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц не позднее 20 числа месяца, следующего заистекшим отчетным периодом. Первый календарный квартал состоит из трех месяцев текущего года – января, февраля и марта. Соответственно, первый раз в году следовало отчитаться до 20 апреля. Налоговыми агентами признаются лица, которые являются источником выплаты дохода в плательщику и на которых в силу налогового законодательства возлагаются обязанности по исчислению, удержанию плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов, пошлин. То есть, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является для физических лиц источником дохода, то такое лицо обязано представить декларацию. Форма налоговой декларации расчета налогового агента по подоходному налогу с физических лиц установлена приложением 6-1 к восстановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 2019 года номер 2. Стоит отметить, что декларация предоставляется даже в тех случаях, когда подоходный налог не исчисляется и не удерживается по причине применения вычетов, а налоговая база по нему равна нулю. Что касается самой формы подачи налоговой декларации, то она существует в двух видах – электронном с помощью программного обеспечения, разработанного Министерством по налогам и сборам, и письменном. При этом обязаны представлять налоговые декларации расчеты по установленным форматам в виде электронного документа организации, за исключением некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость. В письменной форме декларацию могут представлять некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, иностранные субъекты, не осуществляющие деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство, индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, налоговые агенты в процессе ликвидации банкротства, за исключением процедуры санации. Сотрудники налоговой напоминают, за нарушение срока применяются меры административной ответственности. Это правило распространяется на всех налоговых агентов.